Мы рады приветствовать вас в студии программы «Рейтинги звезд» совместного проекта телеканала World Fashion и портала woman.ru со мной по традиции в студии Юлия Воронова, главный редактор woman.ru. Юля, привет. Юля, привет. Расскажи, кого мы сегодня обсуждаем? Сегодня мы обсуждаем самых красивых российских женщин. Чтобы сделать наш рейтинг не только интересным, но и справедливым, мы решили ввести номинации и выбирать самых красивых женщин среди представителей самых разных профессий. То есть в нашем рейтинге есть и актрисы, и певицы, и модели, и даже блогеры. Мне кажется, когда говорят о красивых женщинах, вспоминают в первую очередь актрис. Самой красивой актрисой по версии нашего рейтинга woman.ru становится Светлана Ходченкова. Вполне закономерный вопрос. Почему? Потому что она очень красивая. Светлана, насколько я знаю, сменила цвет волос. Это так? Да, я видела ее на съемочной площадке фильма «Одноклассники». Там действительно она демонстрирует темные волосы. Вопрос. Она также красива? Мне кажется, да. Не усомнились в позиции рейтинга? Я не усомнилась, потому что мы понимаем, что речь идет всего-навсего об очередном образе. Их очень много. Будет еще больше. И в этом, как раз, мне кажется, прелесть актерской профессии в том, что ты можешь себе позволить быть разной всегда, зная, что закончится съемочный день, и ты опять вернешься к корням, в прямом смысле слова. Юль, если я не ошибаюсь, Светлана Ходченкова не единственная актриса в рейтинге. Это так? Это так, потому что, как ты сама сказала, среди актрис огромное количество красивых женщин, то мы решили сделать несколько номинаций, посвященных именно актерскому ремеслу. И в нашем рейтинге есть, например, и актриса театра Кристина Асмус, и актриса сериалов Наталья Рудова. Конечно, кем же еще стать красивой женщине, как не актрисой или телеведущей? Кстати, есть ли в рейтинге самая красивая телеведущая? Обязательно победительницей в этой номинации стала Елена Летучая, ведущая программы «Ревизора». Актрисы есть в рейтинге, телеведущие есть, может быть, даже и политики есть. Представь себе, Юля, политики у нас тоже есть. Точнее, одна девушка-политик Мария Кожевникова. Ну, кто, если не она, согласитесь? Маша невероятно красивая девушка, талантливая и просто мега женственная. Даже с короткими волосами? Даже с короткими волосами и совсем без волос она прекрасна. Как выглядит сегодня, Маша? Она явно на пути к какому-то образу, и я хочу сказать, что в этом промежуточном этапе она выглядит прекрасно. Ну, с такой внешностью, согласитесь, можно себе позволить любые эксперименты, они никоим образом не испортят внешность. Ты знаешь, я не буду с тобой спорить с номинацией, что Мария Кожевникова – самый красивый политик 2015 года, но я бы поспорила с рейтингом, если бы в номинации «Самый красивый политик 2014» была Мария Кожевникова. Были волосы, которые начали отрастать, была не очень удачная прическа, плюс было очень много неудачных выходов. Все мы помним кинофестиваль, на котором Мария появилась в платье от российского дизайнера, и как ее высмеяли наши любимые блогеры. Ты помнишь этот момент? Да. Вот эти вот перья, которые создавали иллюзию какого-то сказочного существа. Я помню, было очень много публикаций в прессе. Не самый удачный год для Марии, но в 2015-м Мария по праву занимает место в рейтинге портала woman.ru. Раз уж мы находимся на телеканале World Fashion Channel, само собой я хочу затронуть такую тему, как «Самая красивая дизайнер». Если сравнивать мир моды на Западе и в России, то в России, как правило, все женщины-дизайнеры красивые. В рейтинге woman.ru. Самый красивый дизайнер. Кто она? Ульяна Сергеенко. Ульяна настолько прекрасна и обладает настолько эффектной, запоминающейся внешностью и при этом внешностью именно такой красивой славянской, что, мне кажется, во многом и ее внешность помогла ей достичь того успеха на Западе, которого она добилась. Мне очень нравится Ульяна Сергеенко, но раз уж рейтинг вмещает только одну женщину-дизайнера, оставим действительно там Ульяну. Но по праву всех российских женщин-дизайнеров можно назвать красавицами. Кстати, почему же только одна женщина-дизайнер? В нашем рейтинге их побольше. Например, Наталья Якимчик, которая у нас становится победительницей в номинации It Girl. Она также является дизайнером, и она также является очень красивой женщиной. Ну и раз уж мы затронули тему моды, давай назовем самую красивую девушку-модель. Валерия Калсман. Скажи честно, вы ее выбрали до того, как она стала девушкой Джареда Лето? Или после? На самом деле, мы положили на нее глаз уже давно. В прошлом году, когда еще ни о каком знакомстве с Джаредом речи не шло, мы просто пришли в самый настоящий восторг, когда увидели первые фотографии из рекламной компании в Сен-Лоран-Пари, в которых снялась Лера. Всегда видеть родные российские лица на международной модной арене, это очень приятно. А как приятно, когда эти лица российские модельные входят в 50, в топ 50 лучших моделей мира. Самая таинственная профессия для меня – это блогер. Мне кажется, блогер – это не столько профессия, сколько состояние души. Это все-таки хобби. Которое становится стилем жизни, а со временем мы средством зарабатывания денег, и не маленьких. Кто же у нас самая красивая девушка-блогер? Мария Вэй. Что ты знаешь о Маше? На самом деле, хотелось бы знать о Маше больше. И не мне одной, но и миллионам ее поклонницы и поклонников. Обижаться на нее не стоит, потому что она щедро дарит нам себя просто каждый день посредством своих прекрасных видеороликов, посредством фото в Инстаграм и в других соцсетях. И наблюдать за ней – одно удовольствие, согласись. Да, действительно, никто не знает настоящую фамилию Маши, никто не знает, сколько ей лет, и никто не знает ничего о ее родителях. Но в тот же момент, зачем вам это все, когда на экране вот такая красота? Мне уже все равно, кто ее родители, сколько ей лет, откуда она и что еще там происходит в ее жизни. Мне достаточно красивой картинки. Мне очень интересно смотреть на то, что делает Маша. Не мне одной. И я очень рада, что мы включили ее в этот рейтинг. Я думаю, что мы будем продолжать работать с этой номинацией и просто из года в год обязательно обращать внимание на красивую девушек из интернета. Также я бы хотела упомянуть еще двух участниц нашего рейтинга. Это победительница в номинации «Самая красивая бизнесвумен» Яна Расковалова, а также победительница в номинации «Самая красивая спортсменка» еще одна Яна Кудрявцева. Она гимнастка. Если я не ошибаюсь, мы озвучили 11 номинаций. У нас есть актрисы, у нас есть модели, у нас есть блогеры. Певица. Кого выбрали вы? Полину Гагарину. Полина Гагарина прекрасная. 2015 год, мне кажется, стал ее годом. Это действительно год Полины. Это ее успех заслуженный, ее слава. Нам остается наслаждаться ее творчеством и любоваться Полиной как исключительно красивой женщиной. Я уверена, что скептики скажут, вы поставили Полину Гагарину в рейтинг только потому, что она участвовала в Евровидении, да никакая она не красавица. Давай все-таки уточним тот факт, что Полина проделала огромную работу над собой. Человек после родов похудел на 40 килограмм. Друзья, она сбросила человека. Ну правда, 40 килограмм сбросить после родов, представляешь, и удерживать этот вес. Какая работа над собой? Как смело она сменила цвет волос и как удачно. Мне кажется, за такие подвиги действительно нужно давать какие-то награды. Самая красивая певица 2015 года. Да, совершенно верно. Ну что ж, мне очень нравится такой разнообразный рейтинг от портала woman.ru. Не могу сказать, что я согласна со всеми номинациями. Что делать, если и зрителям есть что сказать? Если вам есть что сказать, добро пожаловать на портал woman.ru. Оставляйте свои комментарии, делитесь своими впечатлениями, высказывайте свое мнение. Я буду только рада. Юй, спасибо тебе огромное. С вами мы увидимся совсем скоро. И сейчас мы переходим к мнению нашего звездного гостя. По моему мнению, девушка, которую бы я назвала красивой, это, наверное, будет Светлана Ходченкова. По одной простой причине, что вспомните, благословите женщину, помните ее образ сейчас. Благословите женщину, такая пышная, народная, настоящая женщина в нашем таком архетипическом понимании женской силы и женской красоты. И нынешняя Светлана Ходченкова, это женщина такая современного формата, быстрая, тонкая, звонкая. Женщина, которая может быть одинаково красива в нескольких форматах, она безусловно красива, потому что она умеет себя подать. Это тоже большое искусство. Помимо, скажем, там, цвета волос, здесь фигурирует еще разный разрез глаз, разный рост, разные фигуры. И все они самые красивые. Слава богу, у красивых девушек много, вкусы разные. Поэтому, enjoy!